Наука и православие Они находятся в абсолютно разных плоскостях человеческой жизни То есть наука, она черпает свой источник в необходимости познания А религия, она черпает свой источник в необходимости веры и надежды То есть как бы вот так вот возьмем Вот, и например, если мы попробуем методами науки выявить Бога То я сделаю такую небольшую, скажем так, аналогию То есть все сидите перед компьютерами, да, как бы Может кто-то не перед компьютером, может кто-то с телефоном сидит У каждого из вас есть операционная система У большинства как бы это Windows, у кого-то может быть еще там что-нибудь Linux или еще что-нибудь типа такого Так вот, попробуйте сейчас в Windows найти Билла Гейтса Вы не сможете его там найти, потому что его там попросту нет Билл Гейтс это создатель Windows Вы можете найти в Windows его фотографии Вы можете найти его видеозаписи Но самого Билла Гейтса вы там не найдете никогда Вот то же самое, если вы попытаетесь методами науки найти Бога То есть Бог познается абсолютно другими методами Хочу сейчас вот зачитать список ученых Которые по сути были глубоко верующими людьми Ну и самый такой знаменитый ученый наш, самый первый, который это вспоминается Это, конечно, Михаил Васильевич Ломоносов Вот, и ему как бы принадлежит фраза о том, что не стоит математику изучать по псалтире И Бога изучать по арифметике, да Следующий такой тоже очень знаменитый ученый Это Дмитрий Иванович Менделеев То есть тот самый Менделеев, который создал знаменитую таблицу Менделеева Вот, он тоже был православным человеком Иван Петрович Павлов То есть вот, кто помнит собаки Павлова, да То есть он изучал рефлексы Здравствуйте, я Игорь Анатолий Слободчиков Поэтому присоединяйтесь к молитве вместе с Ним К Господу нашему Иисусу Христу До встречи на молитве